всем привет дорогие друзья мы находимся в чернобыльской зоне отчуждения и сейчас посмотрим как сохранился в наши дни пионерлагерь сказочный который ко всему прочему подвергся пожару в апреле 2020 года вот мы стоим у главного входа идемте посмотрим уровень радиации на территории пионерлагеря в пределах нужно 15 микрорентген в час пионерский лагерь сказочный находится на территории 30 километровой зоны отчуждения на окраине маленькой заброшенной деревни и ловница до аварии на чернобыльской атомной станции это было излюбленное место отдыха для всего чернобыльского района в частности здесь любили отдыхать и дети с города припять лагерь работал не только летом еще и зимой здесь проводили спортивные соревнования катались на лыжах купались бассейне или в реке уж а также просто весело проводили каникулы лагерь расположен в шикарном месте вокруг густой сосновый лес и речка уж здесь всегда есть грибы и ягоды только сегодня их кушать уже нельзя но до аварии на станции люди наслаждались дарами природы без всякой опаски после аварии на чернобыльской атомной электростанции лагерь решили использовать как временное жилье для сотрудников станции и ликвидаторов аварии уровня радиации летом 1986 года здесь были значительно ниже чем по всей чернобыльской зоне отчуждения лагерь сказочный был защищен сосновым лесом на протяжении двух лет лагерь принимал сотни солдат свои стены доктора дозиметристы ученые инженеры а также прочие ликвидаторы здесь проживали даже сам бывший директор чернобыльской станции виктор брюханов успел здесь пожить после аварии так как принимал участие в ликвидации солдаты очень любили это место здесь было красиво из-за сказочных фигур которые сохранились после функционирования лагеря утром выходя на автобус что ехал на чс ликвидаторы вдыхали ароматный воздух и ничто не напоминало о радиации спустя много лет ликвидаторы признаются что кушали грибы и ягоды в этом лесу вопреки опасностям и запретам на здоровье не сильно отразилось по их словам хотя кто знает сегодня же лагерь заброшен но на его территории еще сохранились те самые сказочные фигуры и несколько зданий в два этажа там сегодня хозяйничает природа говорят что прошлым летом ученые видели там следы медведя сходом человека лагерь сказочный стал диким мы с викой бывали в пионерлагеря сказочный еще в далеком 2016 году во время нелегального похода по чернобыльской зоне отчуждения наш поход был в село иловница который и расположен рядом с пионерским лагерем сказочный и всего лишь там буквально в 15 минутах ходьбы от села мы подошли к пионерлагерю сказочный нас встретили очень красивые вот эти фигурки которые на улице были расположены и также из леса вырастали бетонные здания двухэтажные самого пионерского лагеря находиться здесь было очень приятно и можно было представить насколько круто здесь было отдыхать детям еще до аварии и насколько уютно здесь было отдыхать ликвидатором которые работали в чернобыльской зоне отчуждения и приезжали ночевать в этот пионерский лагерь так как уровни радиации здесь были наименьшие по сравнению с остальной частью чернобыльской зоны отчуждения сказочный проработал на благо ликвидаторов 1986 года по 1988 год на территории находится около семи двухэтажных домов со спальными комнатами множество беседок и изюминка лагеря это скульптуры разных героев из советских мультиков природа лагеря просто шикарно густой хвойный лес грибы да ягоды конечно же кушать это нельзя и сегодня ровно как и после аварии на чернобыльской аэс растения впитали в себя огромное количество радионуклидов сегодня на территории сказочного фон в пределах нормы но изредка можно найти кости животных от которых фонит 3-4 раза выше нормы в годы ликвидации в этом лагере устраивали концерты для ликвидаторов в частности здесь выступали такие артисты эстрады как Алла Пугачева и Валерий Леонтьев для поддержания боевого духа солдат и ликвидаторов сегодня лагерь заброшен и сильно разграблен несмотря на то что находится под охраной полиции территория зоны очень большая около 2600 квадратных километров поэтому полиция не всегда справляется уровни радиации сегодня в лесу можно увидеть в пределах нормы это 02-03 микрозиверта при норме до 03 микрозиверта к сожалению эти красивые уютные домики полностью заброшены уже более 30 лет стекла выбиты крыши протекают некоторые домики и вовсе завалились несмотря на общую мрачную картину разрушения эти сооружения с красивыми рисунками с легкостью перенесут вас советское детство нигде более не осталось только артефактов времен советской эпохи как в чернобыльской зоне отчуждения это музей под открытым небом к сожалению пока не признанный в игре stalker также была миссия в локации именно этого пионерского лагеря тут можно долго гулять кататься на качелях заходить в домик и представлять себя ребенком никуда не спешить и проникаться красотой безлюдного мира для некоторых людей это настоящее наслаждение постапокалиптическую красоту лишь изредка нарушает писк дозиметра радиометра который предупреждает о наличии опасности находясь тут без тургруппы в одиночку или вдвоем можно сполна насладиться удовольствием от изучения такого позитивного места в зоне отчуждения перенестись в очередной раз в детство пионерский рай советской эпохи а 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 От лагеря осталось всего несколько пристроек, корпусов, арка, бойлерная и причудливые фигуры сказочных героев. После аварии на ЧАЭС здесь проживали ликвидаторы. Продолжение следует... Продолжение следует...